Сила – это компонент, когда вы от чего-то очень здорово отказываетесь. Когда нужно, ну, как правило, с мамой решить задачку, проговорить страшно, сила давит. Когда нужно что-то начинать, не могу я здесь сидеть, секретарша уже подташнивает, вот уже смотрю на него, меня типает от босса, да, но он либо деньги платит, помнишь же, тоже будет сила давить. И когда 2-3 силы на человека давит, он ломается. Почему очень часто мужчины ломаются? И ломают их женщины. Потому что от него вот здесь требует столько, а он еще не знает как, еще неизвестно вообще, какая у него природа, куда там, что с ним делать. А мама уже давай, а девушка уже билетик покупай, а тут сумочку давай, а жениться когда будем, а дети оперспекают. И он бедный, его с шатуным бьют. Почему? Чаще, если мужчина выстраивается, стержень имеет, они, наверное, такой брэк, все. И потом направление выбирает, денег зарабатывает. И по одной всех вспоминает. Почему женщине никогда нельзя мужчине делать плохо? У них такая сопоставительная реакция, он так на исходную возвращается. Так помнится мне. И выдергивает. Ой. Почему ой-то? Выводы делаем, ой, сразу. Женщинам чем проще? Мы любую эмоцию можем вот здесь проговорить, ну условно, да? И нам полегчает. У них не легчает. Им нужно кем-то быть обязательно. Или кем-то стать, или сломаться. Ну или приспособиться там где-то, да? Ну это сломаться все равно. Или кем-то стать. Значит, в него нужно верить. Если мама не верит, должна быть женщина рядом, которая верит. Но верить не говорит о том, что его кормить, поить и верить, когда он сподобится. Если он на диване, он не сподобится. Он привыкает. Значит, тогда нужно понимать, а кто он, откуда он вышел. Он вообще готов на это, нет? И вот здесь уровень силы говорит о том, что насколько человек целеустремленен.